Село – территория молодых. Под таким девизом в ШУИ прошел региональный форум сельской молодежи. Это первое мероприятие такого масштаба. На форум приехали более 200 человек, чтобы обсудить острые вопросы отрасли и встретиться с временно исполняющим обязанности главы региона. У нас вообще в целом появился первый проект стратегии, что мы делаем на ближайшее, до 30-го года, причем с цифрами, что мы делаем вообще в сельском хозяйстве. Почему, говорю, проект? Мы этот проект сейчас обсудили с нашими сельхозпроизводителями и ждем такую первичную реакцию, хотя уже многие из них мне сказали, что нам понятен вектор, мы уже даже думаем, собственно говоря, как в него строиться, какие можно инициировать проекты. На форуме было пять секций. Молодые люди обсудили основные проблемы и поделились ими с губернатором. Поговорили о роли общественных организаций в развитии сельских территорий, вспомнили туристические бренды области и обсудили меры поддержки сельского хозяйства и молодежи. Мы не можем без поддержки государства, без взаимодействия с властью. Когда мы чувствуем поддержку, у нас вырастают крылья, у нас появляются новые инициативы и возможности на реализацию проектов, на вовлечение новых ребят. И главное, что я рассказываю, мы увлекаем ребят, мы учим их самим участвовать в развитии своих сельских территорий. Потому что возможностей много и сегодня на площадке мы в этом убедились. Вспомнили и об особой для региона области сельского хозяйства – льноводстве. Как отметил Станислав Воскресенский, сейчас над этим направлением активно работают. В этом году посеяли более 400 гектаров льна. Можно, конечно, льон вырастить и текстильные предприятия готовы купить, как и другие. Но важно очень звено. В стране почти у нас отсутствует первичная переработка льна. Мы посчитали, что если это звено наладить, то мы можем 12 тысяч гектаров нарастить посевы льна. Но это делать надо ответственно. Мы все внимательно посчитаем, выверим, поработаем с инвесторами, чтобы это звено появилось. Как правило, на сельскохозяйственные предприятия молодежь идет неохотно. И причины, по словам специалистов, может быть две. Первая – это стереотипы о том, что сельское хозяйство – отстающая несовременная отрасль. Вторая – отсутствие налаженной социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура – это, пожалуй, самое важное, что должно быть налажено, отлажено, в том числе и на сельских территориях. Только тогда молодежь у нас пойдет на село, только тогда молодежь задержится там и будет работать, жить спокойно, обучать детей в школах, пусть даже это будут малокомплектные школы, ходить в дома культуры, посещать их там, различные мероприятия культурные, получать при необходимости медицинскую помощь в доступном плане, а не ехать за 3-9 земель куда-нибудь. В заключение заседания молодые люди предложили провести в регионе сельский фестиваль под девизом «Верим в село, гордимся Россией». Идею глава региона одобрил.